29 октября отмечается день работников службы вне ведомственной охраны. Структурное подразделение Росгвардии отмечает в этом году 68 лет со дня основания. В честь профессионального праздника наш телеканал подготовил сюжет о нелегкой работе тех, кто круглосуточно стоит на страже порядка. Порядка 600 охранных объектов, из которых более 500 – это квартиры под надежным контролем управления вне ведомственной охраны. С большой самоотдачей и мужеством сотрудники Росгвардии ежедневно стоят на страже важных для государства объектов. Недвижимость и имущество граждан обеспечивают охрану общественного порядка. Их работа и опасна, и трудна. Каждый день в наряд по охране спокойствия граждан заступает пять групп. Алло, а сработала дежурная кнопка вашей 13 центра? По сигналу тревоги они немедленно выезжают на объект, где сработала сигнализация. Мобильные группы задержания ежедневно в круглосуточном режиме обеспечивают безопасность жителей, их имущество и правопорядок на улицах. Свой профессиональный праздник большинство сотрудников неведомственной охраны встречают на боевом посту. В основном работа интересная, общаемся с людьми, узнаем все новое и новое с каждым днем. Вот наш наряд, они увидели по возрасту девушку с командиром роты нашим. Вместе задержали ее, оказалась распространительница наркотических средств. Считается, что работа в Росгвардии исключительно мужское дело. Но это не так. Яркий пример тому майор полиции Заира Магомедова. Вот уже 18 лет девушка работает в правоохранительных органах. А еще Заира является мастером спорта по стрельбе. Любимое оружие – пистолет Макарова. Во время занятия по огневой подготовке я стреляла с автомата и пистолетом Макарова. Но для меня лучшим оружием показался пистолет Макарова, потому что это очень надежный инструмент. Но все же успех по стрельбе зависит от самого стрелка. Если человек может, умеет стрелять, то он сможет попасть в цель. Если он не умеет, он не сможет попасть даже из самого точного оружия. Поддерживать высокий уровень боеспособности невозможно без постоянной практики. Абдул в спорте уже много лет. Сегодня чемпион мира, многократный чемпион России, заслуженный мастер спорта в войсках Росгвардии с момента ее образования. Наша служба ответственная. Во-первых, мы более ответственно подходим к своим задачам Росгвардии в целом. Она непредсказуемая. Не знаю, ответит, опасна ли она. Мы все знаем, куда мы шли, допустим, и где мы находимся. Конечно, какая-то опасность есть, но все по воле Всевышнего. Обеспечить безопасность, не допустить свороства. Аналогичной охранной структуры больше нет не только в нашей стране, но и за рубежом. Сегодня уверенно можно сказать, что махачкалинцы под надежной защитой. И можно не опасаться за свою жизнь. Об этом говорит и то, что с начала года сотрудниками вневедомственной охраны раскрыто не больше двух преступлений. На мой взгляд, ситуация стабилизировалась. К этому все должностные лица, которые работают в этом городе, в республике, они немало уделяют внимания, сил на это все. На мой взгляд, ситуация довольно-таки стабилизировалась. Сейчас горожанин может в любое время выйти в город погулять, с детьми гулять, вот вы же видите, и ночью, и днем. Лучше стала обстановка. История вневедомственной охраны тесно связана с 1769 годом и днем рождения графа Комаровского. Граф первым возглавил отдельный корпус внутренней стражи Российской империи, ставший прообразом Росгвардии. Сотрудники вневедомственной охраны стали достойными преемниками графа и постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство. Зумруд Гамидова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.